Добрый вечер, в эфире программа «Нереальная политика». С вами, как всегда, Андрей Колесников и Ятина Канделаки. Мы находимся в кабинете президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Яси Николаевича Засурского. Мы сегодня не одни с нами, и Яси Николаевич, и, собственно говоря, студентка четвертого курса Веры Кичанова, которые расскажут нам о том, что происходило в последнее время на журфаке МГУ. Ну, собственно говоря, мы будем говорить об одном конкретном случае на факультете журналистики МГУ, про который, в общем, все знают. Это связано с приездом президента России Дмитрия Медведева на факультет. В каком-то смысле этот приезд получился скандальным. По крайней мере, интернет до сих пор шумит по этому поводу. И есть разные версии того, что там было. Собственно говоря, впервые вот в таком публичном пространстве встречаются Яси Николаевич Засурский и Вера Кичанова, которые, может быть, олицетворяют разные подходы к этому событию. Нет, я с ней встречался, я видел ее в учебной части. Да-да-да, но я имею в виду телевидение. Она писала, да, материал для «Голос на Америке». А расскажите, Яси Николаевич, как эта ситуация выглядела, на ваш взгляд? Взгляд очень просто. Нам сказали, что приедет Дмитрий Анатольевич, и что он хочет встретиться. Но не говорили, что с нашими студентами. Я не знал. И я знал, что эта встреча будет особой. Я поэтому на встречу не пришел. Я пошел на... И меня и не звали туда. Я пошел на конференцию по судьбам печатной газеты. Вы приехали на эту конференцию, и, видимо, через какое-то время вам начали звонить с факультета журналистики и стали рассказывать. Мне никто не звонил. И ничего не происходило. Все было более-менее спокойно, когда я приехал. А потом уже стали разворачиваться вот эти события. Появились эти плакаты, я их увидел. Я только слышал вот эту реакцию бурную, что там кого-то задержали, кого-то не пустили. Мира, а, собственно говоря, кого задержали, кого не пустили? И что происходило в тот момент, когда еще не было Ясина Николаевича? Ведь не секрет, что автор, если не всех, то многих из этих плакатов – это вы. Ну или, по крайней мере, имели к этому непосредственное отношение. Расскажите просто, как это все было. Я узнала о том, что будет визит Дмитрия Медведева на журфак в вечер до этого. Прочла в СМИ. Там было написано, что Дмитрий Медведев будет искать сторонников на журфаке. То есть, возможно, что это была действительно ошибка пресс-службы президента или журналистов. Но я вот прочла это именно в таком ключе, что будет встреча Медведева со студентами журфака. И мы с несколькими моими друзьями решили, что нужно попробовать задать ему вопросы. И первоначально мы, в общем-то, ничего такого похожего на акцию не планировали. Мы посоветовались, подумали и придумали несколько вопросов. На всякий случай распечатали их на листочках. На случай, если мы сможем попасть в аудиторию, но поймем, что микрофон достается только тем, кто отрепетировал вопросы, или существует какой-то план или список. Но события развернулись совсем иначе, и в реальности мы даже не смогли попасть на журфак. Меня и мою подругу Олю, студентку второго курса, задержал сотрудник ФСО на входе. То есть охрана факультета нас пропустила, проверила студенческие, мы уже пошли. И тут он откуда-то издалека подходит, как я понимаю, узнал нас в лице, и говорит, у вас сегодня твоих занятий не будет, выходите. А, собственно, почему? У вас в руках что-то было? Нет, у нас в руках ничего не было. И на лицах ничего не было. Единственное, что могу предположить, что мониторили Твиттер, например, потому что мы в Твиттере даже в таком шуточном ключе обсуждали, что вот нужно как-нибудь там президента расспросить. И что же, вам сказали, что вы не попадете? Да, нам сказали, что нас не пустят даже на журфах, хотя я спросила нескольких преподавателей, которые были поблизости, и они сказали, что почему нет, конечно, проходите, нет никаких черных списков. На крыльце при этом была толпа молодых ребят, которые мы спросили, студенты ли они, сказали, что они не студенты и вообще ничего не знают, и их туда привезли. Рядом с ними стоял Василий Якименко, которого я в лицо узнала. Но почему-то он фотографироваться не захотел и убежал. А вы тогда уже знали, что эта встреча Дмитрия Анатольевича не со студентами журфах? Нет, не знали, этого никто не знал, и в том числе этого не знало огромное количество студентов и преподавателей, которые внизу стояли. То есть все рвались на встречу Дмитрию Анатольевичу? Ну, кто-то на встречу, несколько моих знакомых рвались там на контрольные, на колоквиумы. Рвались к МГУ имени Ломоносова, Ясена Николаевича Засурского. Ясена Николаевича, а вы заранее, так понимаю, знали, да, что это будет встреча, как вы уже сказали? Нет, я не знал. А вы тоже в этот день все узнали? Вы знаете, я вообще в эту встречу не вдавался. Я понимал, что там кто-то готовится ее проводить, но меня предупредили, что это не будет встреча с нами или со студентами, что это будет встреча с какими-то другими. А это накануне вас... По сути, просто площадка была вашей. Нет, мне не накануне. Да, мне об этом... Накануне я что-то слышал, но не вдавался, потому что я знал, что это не для меня встреча. Я пришел, Дмитрий Анатольевич выходил, я к нему подошел, потому что там был Садовничий. Садовничий меня ему представил. И он спросил, знает ли он про меня. Он сказал, что знает. Я у него спросил, он спросил, что я там делал в этом раксе. И я сказал, что там вот была конференция насчет газеты и ее будущего. И я сказал, между прочим, что в свое время вот у нас, наших руководителей изображали газеты в руках. А как сейчас? Я знаю, а вы читаете газеты? Он сказал, конечно, я читаю газеты, но я читаю их не в Твиттере. И он сказал, что он читает их вот на Айпеде. И раньше он читал по докладам референтов, но почему они давали им сотки. Он говорит, сейчас я попросил, чтобы мне установили газеты на Айпеде. Я читаю газеты. Это гораздо интереснее. Это очень удобно, когда есть много закладок на Айпеде. Можно читать сразу много. Да, он читает тот текст, который там есть, а не изложение референта. И он в этом смысле был очень доволен. Да. И он так сказал мне. Ну вот об этом мы поговорили, и я пошел дальше к себе вот сюда. А вы куда пошли, Вера? А мы дальше решили, что если нам не удалось побыть журналистами, как мы хотели, нужно все равно как-то эти вопросы попробовать задать. И мы напротив калитки, мы не смогли напротив входа в журфак, потому что в тот момент очистили даже двор перед журфаком. Мы всех выгнали за забор. То есть вы вышли на Маховую? Да. И встали с нашими плакатами. Ну, плакаты, на самом деле, тоже громко сказано. То есть вот эта вот растиражированная фраза, что девушки вышли с плакатами, это были обычные листки А4, потому что, как я говорила... Это вы имеете в виду вот просто вот... Да, да, да. Потому что мы хотели это все, да, в формате конференции. Мы, в общем, не планировали уличной какой-то акции. Что было написано на листках А4? Ну, например, на моем листке было написано, а вы посоветовались с премьером, прежде чем идти сюда. Да, потому что за несколько дней до встречи вот этой была другая встреча, где Дмитрий Анатольевич признался, что вот он советуется с премьером, у него рейтинг выше. И нам было интересно, насколько вот такие вещи согласовываются. На другом листке было написано, почему вы сидите в твиттере о Ходорковске в тюрьме. Ну, это на самом деле многие... Была критика в адрес этого вот этого слогана. Мы не имели в виду, что там обязательно нужно поменяться местами, ни в коем случае. Мы имели в виду, что был объявлен курс на модернизацию, на либерализацию. От Дмитрия Анатольевича ждали там каких-то таких либеральных шагов. И... Но у нас в стране по факту по-прежнему есть политзаключенные. И есть по этому вопросу к президенту. А почему вы не хотели подумать о очень простых вещах? Например, смотрите, по поводу Михаила Борисовича. Почему вы не подумали о том, что, например, ну, Европейский суд признал, что он является заключенным экономического характера? И то же самое касается и прокуратуры Российской Федерации. В Америке, я вам объясню, которую, как бы, да, там, я уверена, на ваш взгляд, это же либеральная страна Америка, как вы считаете. Не очень. Но у них Мэдов тоже сидит. По-разному, правильно. Поэтому, как бы, Мэдов тоже сидит, и это ожидаемо, потому что человек совершил экономические преступления, и в этом ничего плохого нет. И вот вы же, наверное, как журналист, когда вот вы какой-то вопрос... В том, что совершил или в том, что сидит? В том, что сидит. Потому что он совершил, а раз он совершил, он должен сидеть. 70 лет ему дали. Да. И вы знаете, я вот, например, когда готовлюсь к интервью, я вам честно скажу, я всегда стараюсь проверить те вопросы, которые я задаю. И они уже были заданы или нет? И вы знаете, вот, когда, как бы, да, там, вы эти вопросы озвучили, за вами следили, я тоже следила в Твиттере, я нашла огромное количество ссылок, где Дмитрий Анатольевич на этот вопрос просто отвечает регулярно, он как на работу ходит. То есть начиная там с Bloomberg TV, заканчивая итальянскими СМИ за последнее время, то есть каждая встреча с западными журналистами, она включает в себя эти вопросы. Другое дело, что, наверное... Может быть, они просто не устраивают до конца людей. Эти ответы? В том числе вот веру, видимо, не устраивают. Ну, по поводу Ходорковского, по экономическим статьям, но это, тем не менее, избирательное правосудие. То есть у нас многих, может быть, людей можно было бы посадить по тем же статьям, но сидит человек, который попытался каким-то образом повлиять на российскую политику и поддержать оппозиционные партии. Могу вам легко ответить. Вы знаете, здесь как раз обязательно надо бороться, и президент, и премьер-министр говорят о том, что люди, которые нечестно ведут свой бизнес, должны сидеть, и с этой точки зрения большое количество людей, поверьте мне, если вы посмотрите статистику экономических преступлений, садится. Что касается, опять-таки, Ходорковского, ни для кого не секрет, что президент, отвечая на этот вопрос, сказал, что существует форма помилования, когда сам заключенный должен обратиться. И Дмитрий Анатольевич об этом очень много говорил. Если вы читали, что если такая просьба поступит, эту просьбу будут рассматривать. Известно же, почему, собственно, Ходорковский не будет просить о помиловании. Если человек столько лет не признает своей вины, то он ее и не будет признавать, это очевидно. А человек может попросить о помиловании только если он готов признать свою вину. Тогда, если я вас правильно понимаю, надо бороться дальше. Вот если вы, наверное, активный пользователь сайта Ходорковского, правильно? Вы, наверное, захочете? Что значит активный? Ну, иногда захожу. К сожалению, очень мало людей, Вер, подписывают письмо о помиловании Ходорковского. Есть же еще и другая форма. То есть могут собраться граждане Российской Федерации и в количестве, не знаю, 500 тысяч подписать это письмо. Но нет пока. Вот я последний раз смотрела, было 1060. Если я не ошибаюсь, это за последние несколько лет. 60 тысяч человек, представляете? Поэтому вы бы как бы дать нам на самом деле, если вы такая активная, вы могли бы занять... Я подписывала, я ставила баннер, я рассказывала своим друзьям, я раздавала листовки в том числе. Ну, активная гражданская позиция – это то, что, мне кажется, сегодня всячески приветствуется. Главное, чтобы она в экстремизм не переходила, а все остальное вы же сами понимаете. Кажется мне, что Вера делала это как умелая. Я знаю, что вы даже баннер вот вывешивали на журфаке в защиту Олега Кашина, когда его избили, да? Да. Год назад. Но тогда, насколько я помню, вы не стали афишировать, так сказать, свое авторство, да? Да, я тогда... Почему? Ну, мне тогда казалось, что вот именно сейчас многие люди, в том числе Ясен Николаевич, обвиняют нас в том, что мы это делали для того, чтобы покрасоваться, и чтобы наши фамилии попали в статьи, в газеты. И в прошлый раз, я руководствуюсь ровно вот этим вот страхом, что нас обвинят в некотором самопиаре, решили, что нужно делать это анонимно. Ясен Николаевич, а вы правда обвиняли в самопиаре? Ага, вы знаете, как было? Мы с ней разговаривали несколько раз, и однажды в этот кабинет она пришла с метелкой. Это называют они швабой, я не знаю, но с метелкой. К тому, чтобы поднести после приезда Дмитрия Медведева в факультет. Призвать, да, Медведева подвезти. Знаете, вот как Уго Чавес выступил после американского посла в ООН и сказал, здесь пахнет серой. А потом появились снимки ваши в трех или четырех газетах. Ну, для чего это было сделано? Я не понимаю, что еще, кроме самой рекламы в этом было. Я не ходила здесь со шваброй. Швабру привезли журналисты московского комсомольца, и от них я узнала, что будет субботник. И вы сфотографировались. Да, я сфотографировалась. На самом деле, я жалею, что сфотографировалась. Было достаточно внезапно. Действительно, не очень, по-моему, оригинально интересная концепция. Ну, так вот захотели журналисты. Я читал вашу объяснительную записку, Ясина Николаевича, которая получила тоже, само по себе, довольно большой резонанс. И там был выдвинут один концептуальный упрек. В том числе, вот лично, к Ясину Николаевичу. Вообще говоря, тот ли это человек, спрашиваете вы, за которого мы его столько лет принимали. И являлся ли и на самом-то деле, в глядии журналистики, островком либеральных свобод. Как мы об этом думали. Честно говоря, ну, меня, как выпускника в факультете журналистики, это так по-хорошему разозлило. Потому что, ну, я давно закончил факультет журналистики. И вот все пять лет, пока я учился, для меня это точно был островок, или даже остров действительно либеральных свобод. И я за это ручаюсь. И мне кажется даже, что вот то, что мы сейчас с вами сидим об этом, разговариваем, то, что Ясин Николаевич находится с вами в состоянии дискуссии, то, что эта история приобрела такой гигантский резонанс, и никто никого не ограничивал, это и является подтверждением того, что факультет журналистики и до сих пор является островом, так сказать, вот этой свободы. Вам так не кажется? Ну, я не написала в ультимативной форме, что журфак оказывается не такой, как мы его представляли. Поэтому одна история, возможно, действительно, ну, то есть точно не перечеркивает вот этой большой истории, которая была у факультета. Хорошо, я не читал вашу докладную. Так я бы вообще с вами не стал разговаривать. Потому что я уже много о вас знаю. Ну, это была не докладная. Я много знаю о вас не по слухам, а по контактам с вами. И мне это очень неприятно. И мне жаль. Но правильно я понимаю, Вера, что вы, по крайней мере, готовы сейчас взять вот свои слова обратно насчет факультета журналистики? Нет, не готова. Это у меня было сомнение. Я говорю, я не могу в ультимативном порядке сказать, что оно вот так вот, и не могу сказать, что оно иначе. В принципе, я была уверена, что от журфака не должно быть никаких репрессий после проявления активной гражданской позиции. Ну, их и нет. Ну, да. Вы становитесь знаменитой на глазах у изумленной публики. Понимаете? Какие ограничения? Какие репрессии к вам были применены? Никаких. Я об этом честно сказала и везде честно говорю. Ну, успокойтесь. Но у нас, насколько я понимаю, есть полная уверенность, что Вера Кичанова, если, конечно, будет вовремя сдавать сессии, доучится до конца пятого курса. И же она знала то, что ее спрашивают. Ну, я думаю, она учится. До сих пор училась, по-моему, хорошо. Чего же ей мешает? Вы хорошо учились? Да. Отлично. Последние две сессии или три. То есть у вас повышенная стипендия? Да. Вот я очень много читаю про Америку. Мне просто стало интересно, какой там опыт. Там от чудовищных санкций со стороны властей к студентам в 70-х годах, просто ужасных. Вот вы знаете эту историю, когда там даже ребят, к сожалению, расстреляли по сей день, этот вопрос еще не раскрыт. То как бы там последних событий, когда Обаму несколько раз и освистывали, и приходили с плакатами, когда он пришел, соответственно, говорить об абортах. Просто другое дело, что в Америке очень важная разница в том, что отчисляют и накладывают штраф. Вы случайно не знаете? Я читала, что до 5000 долларов, если я не ошибаюсь. Может быть. То есть там, если как-то, скажем так, это выступление чрезвычайно громко прозвучало... Ну, понимаете, они используют непрямые методы наказаний. Скажем, вот Кент, там все студенческие волнения прекратились просто расстрелы в университете штата Кент. Это 70-е годы, то, о чем я и говорю, правильно? Там двоих или троих ребят расстреляли. Их убили, да. И по сей день это дело закрытое, я знаю. Оно закрытое, а студенты больше не протестуют. Вы знаете, как... Это не то, чтобы им запретили. Просто они не хотят попадаться в такую историю, поэтому они остановились, понимаете? Я даже про другое, Ясен Николаевич. Мне кажется, что важно было вере знать. Вот, например, я участвовала не в одной, вы знаете, встрече сторонников президента Медведева. Я вот, как и вы, знаете, чувствую себя в этом смысле. Агитатором только на другой стороне. Мне уже надоело людей убеждать то, что там каждый может сказать все, что хочет. Никогда не надо делать выводы заранее, потому что до тех пор, пока ты думаешь, что что-то невозможно сделать, это не будет происходить до тех пор, пока не придет кто-то, кто этого не знает. И он это обязательно сделает, как вы знаете. У нас изначально был настрой, что нас пропустят на журфак. Ну, слушайте, а вы только начинаете свой журналистский путь, согласитесь, правильно? То есть вы уже в начале своей карьеры, здесь я с Ясеном Николаевичем абсолютно согласна, вы уже и так прогремели на всю страну. Так здесь абсолютно солидарно в том, что этот опыт ваш может оказаться созидательным, может оказаться разрушительным. Знаете почему? Потому что вот вы работаете как бы на либеральную аудиторию, это здорово. Но, знаете, что эта среда очень сильно резонирует. И на самом деле вы не знаете, какие люди вам отвечают, почему они вот так вас поднимают и мифологизируют, и что из этого вы на выходе получите. Вот и все. Понимаете? То есть здесь просто вы как журналист должны определиться, с кем вы хотите работать, где вы хотите работать и как вы хотите работать. И у вас всегда есть в России сегодня выбор. Я не знаю, что будет завтра, но сегодня, согласитесь, вот вы не считаете, что сегодня этот выбор есть? Понимаешь, Тина, есть один нюанс, я думаю, что сейчас еще Вера ответит. Но вот честно говоря, чем больше ты так уверенно и так страстно защищаешь президента, тем у меня больше начинает копиться уверенность во мне, что его кто-то пытается обидеть очень сильно. Почему? Я не понимаю. Это напоминает мне одну ситуацию. Мы были в Сочи, я работал уже в Кремлевском пуле, и одна наша журналистка, сотрудница этого пула, она пожаловалась, что она написала статью, которую в ее газете назвали «И в жару кипит работа». А она написала в таком свободном ключе, и она позвонила в свою редакцию, главному редактору, и спросила, собственно говоря, а почему такое кондовое название к такой живой и, в общем, неоднозначной статье? А ей главный редактор сказал, понимаешь, сейчас такая ситуация, надо помочь президенту. А это проходило в период президентства Путина, правильно? Я работал в Кремлевском пуле президентом. А в чем выражалась помощь? Владимир Путин. Ну, в том же, что и сейчас. Помочь надо вот словами, надо помочь таким заголовком. Потому что сейчас президенту как никогда трудно. И вот мы сейчас, работники пера, так сказать, мы должны подставить ему сейчас плечо. Да нет. Потому что если не мы, то кто же? А почему? Чем больше вот про это говорится... Ну, не согласна, Андрей, в корне не согласна. Почему? А какую прессу вы читаете? Ну, это не то, все-таки начинает перебивать. Да нет, ну почему? Я могу вас перебить, потому что, опять-таки, вы читаете разную прессу. В одной прессе Дмитрия Анатольевича хвалят, как вы говорите, подставляют ему плечо. В другой прессе его резко критикуют и ругают. И никто эти статьи не снимает. Я просто думаю, что журналистам надо... Надо понять, что они хотят делать. Надо намного спокойнее вообще относиться к власти. Да, я с вами абсолютно согласна. Это касается, я думаю, всех участников. И не поддерживать эту власть так демонстративно. Потому что журналистика, я уверен, обязана находиться в оппозиции к власти. Я с вами согласна. Можно как угодно это называть. Не надо перебивать все время, ладно? Нет, здесь просто важно, чтобы вы объяснили. Оппозиция может быть конструктивная, там, это как угодно. Может быть, она несистемная, да? Да, да, я с вами согласна. Это оппозиция должна быть всегда. Вы конструктивная оппозиция. И я предлагаю Вере к вам присоединиться и тоже стать конструктивной оппозицией. Вам нравится же то, что делает Вера? Вы читали ее статью? Я не считаю себя конструктивной оппозицией. Я человек достаточно бессистемный. У меня вообще взятки гладкие. И мне бы хотелось послушать по этому поводу Ясина Николаевича. Как вы-то считаете, какой должна быть вообще журналистика? И как она должна относиться к власти? Ну, вы знаете, есть разные определения журналистики. Одно есть журналистика-служанка власти. Другое... Это было когда-то? Да, зеркало. Тогда журналистика была советская. Ну, подойдите, дайте послушать. Другое, третье, зеркало. И четвертое – власть. Вот три концепции. В принципе, многие считают, что журналистика должна быть оппонентом власти. Это более точное, видимо, определение, поскольку она проверяет то, что делает власть. И должна высказать свое мнение, чтобы, если видит какие-то недостатки, просчеты, ошибки и неправильности, она выступает. В данном случае она не подменяет власть, а оппонирует ей. Вера, а вы оппозиционер или оппонент власти? Ну, вот на прошлой неделе мы случайно столкнулись с Естином Николаевичем в театре. Там в рамке шел спектакль рок-н-ролл Стопорда, моего любимого драматурга. И там один персонаж говорил, что вот эти ребята просто играют музыку, рок-н-ролл, они не диссиденты. А второй говорит, нет, вот если ты играешь музыку, которая тебе нравится, ты уже диссидент. То есть в журналистике примерно что-то то же самое. То есть если ты хочешь, может быть, это не всегда, но на данном этапе, историческом, политическом, если ты хочешь писать то, что ты хочешь писать, критиковать, рассказывать правду, писать то, что видишь, тебя уже объявляют диссидентом, ты уже оппозиционер по факту. Вера, если президент Медведев, как и обещали, придет снова на факультет журналистики, у вас есть к нему вопросы, которые вы зададите уже на этот раз? Или это те же самые вопросы, которые были еще в прошлом? Ну, мы переформулируем, потому что все-таки для листка А4 они были сформулированы коротко. И так вот, достаточно в слогановом варианте. И я хочу напоследок сказать спасибо и вам, Вера, и вам, Есен Николаевич, потому что каждому из вас по-своему, я уверен, было не очень просто прийти на эту программу. Ну, и я считаю, что все мы справились. Спасибо вам. Пожалуйста, пожалуйста. Я просто должен был прийти на день рождения своей жены, и она меня еще ждет. Это программа «Нереальная политика». Встретимся через неделю.